Несмотря на то, что в Греции только начался чемпионат, игроки ни в чем не уступали, я имею ввиду движение. Однако вот этот эпизод, когда Киржаков очень здорово выскочил, и только, может быть, Геннадий Попович знает, как близок был к тому Киржаков, чтобы добиться успеха. Вот эта комбинация. Александр Спивак, точный пас Киржакову. Саша пробил, но выше ворот. А мог и попасть в дальний угол. В этой встрече Киржаков был заряжен на удар. Несколько раз пробивал из разных положений, но так и надо поступать. Чем больше ударов, тем больше вероятности добиться успеха. Аршайна никто не задевал. Мы очень тщательно рассматривали этот эпизод. Он упал сам. Ну, может быть, пытался добить мяч. Не получилось. Вот здесь, видите, хорошо. Хорошо. Хорошо камера запечатлела, что нарушения правил не было. Денисов. Спивак. Анюков делает забегание. Пас вдоль ворот и не успевает. Ни Аршавин, ни Киржаков. А в принципе, это их работа. Они должны замыкать. Один ближний, а другой дальний угол. А подключение Анякова было стремительным. Михаил Козлов, он только лишь наблюдает за тем, что происходит на футбольном поле. И есть на что посмотреть, какой же великолепный пас выдал сейчас Владислав Радимов. И как изящно носком ноги этот мяч поймал Спивак. Но защитник был тут, как тут. Да и вратарь оказался на месте. А момент классный. Посмотрите. Радимов Спивак. Не получилось. А теперь уже держать оборону Зениту и Камил Чентафальский неуверенно выходит. Морос мог перекинуть мяч через руки Чентафальский. Все-таки вратарь, если выходит, должен дотягиваться до мяча. И не надо оставаться тогда на линии ворот. К матчу с Зенитом по-особому. Однако вот этот штрафной показал, что команда греческая на многое способна. Смотрите. Более 30 метров было до ворот. Но как же мощно пробил Ивич. Это осталось в памяти. А теперь проход. Футбольный славу Киржакова. И будь последний момент Александр поточнее. Может быть надо было пробить низом или в угол. Но это очень сложно. Посмотрите. Он одного обыграет. Второго, третьего. Как на горных лыжах. Проходит в защитниках. Но Сорентина спасает Ай. Галеодор Зенита Киржаков находится сейчас в прекрасной спортивной форе. Он так заряжен на удар. Как, кстати говоря, и можно сказать и о форме Александра Анякова. Вот выполнена была им диагональная подстраховка. Получил по ноге от Сантуша. Но тот был близок к тому, чтобы и забить мяч в ворота. А Александр Аняков успел. Выбил на угловой. И вот еще один момент, когда Киржаков не смог переиграть в голкипор. Повезло. Повезло Сорентина. Повезло Ай. 0-0. Ничья в Санкт-Петербурге. Вот еще раз. Радимов отдает пас Киржакову. И мяч попадает в ноги вратарю. Конечно, это везение. А затем и в руки после рикошет. Все откладывается на 29 сентября на Афине.